Всем добрый день! Я тоже нахожусь в таком возрасте, когда требуется философствовать. Это возраст где-то от 4 лет до 70 лет. Потому что, как многие сегодня говорили, до 4 лет человек растет чистым, свободным, смотрит, радуется каждому дню. А детство ему возвращается после 70, когда вы смотрите на своих родителей, которые, ну, многих вещей, допустим, окружающего мира не знают. Допустим, моя мать до сих пор не знает, сколько какие-то продукты стоят, понимаете? И, ну, они живут в каком-то своем мире. Но я хочу вам сказать, что детство никуда не уходит. Просто она с 4 до 70 скрывается у нас. Мы сегодня будем говорить о джергализме. Джергализм, он фиолетового цвета, потому что все фиолетово. Джергализм в переводе из кыргызского языка означает «счастье», «радость». Так, что тут? А, вот. Но среди своих коллег и среди своих единомышленников мы джергализм называем просто «жи». Если вы посмотрите на мои футболки, это буква «жи», это «и», и здесь улыбка. Мы через эту фразу хотим придать этому слову некий новый современный смысл. Как это все начиналось? Ильгари, Ильгари! В течение где-то более 12 лет я был государственным чиновником. Я пришел в государственные структуры, когда у меня были черные усы. Видите, сейчас все получилось. И я занимался такими вещами, как макроэкономика, стратегическое планирование, реформы госуправления. Такие вот серьезные вещи. Но всегда успех по работе в этих направлениях измерялся какими-то индикаторами, которые ты сам не ощущал. Допустим, в экономике валовый внутренний продукт. К примеру, там премьер-министр выступает на правительстве и говорит, мы повысили за прошлый год на 7-10% ВВП. Но ты когда общаешься с простым населением и понимаешь, что их восприятие текущей ситуации совершенно другое, а чаще всего обратное. И тогда вот начинаешь задуматься, ну почему же это так? И вот мои попытки через реформу госуправления, через изнутри в течение 7-8 лет что-то изменить, они ни к чему не привели, потому что государственная машина, как правило, давит, давит и давит и подчиняет себе. Но была какая-то интуиция о том, что существует нечто другое, которое может перезагрузить нашу страну, но некий другой путь развития и изменить вот текущее положение. И вот это подтверждалось конкретными примерами. Один раз у нас в Министерстве финансов, тогда я еще работал замминистром, мы не могли одну проблему решить долго и где-то неделю-две там с ребятами мучились. Но однажды, когда мы пошли в столовую на обед, а мы в это время помогали пенсионерам и участникам войны бесплатными обедами. И один из таких пенсионеров, мы с ним познакомились, он когда брал еду, всегда садился, и мы сели с ним рядом, он всегда что-то подпевал. Один раз я услышал, что он поет, и он, наконец, пел «Тамахты джейб джирайвыз джирайвыз» То есть он говорил, что когда я ел, я всегда радуюсь. И вот эта энергетика, она, вот энергетика передалась нам. И когда мы начали спрашивать, кто он, это был человек тяжелой судьбы, он прошел войну, он был в концлагерях, он такие вещи рассказал. Но он любовался и радовался каждому дню. Я тогда задумался... АПЛОДИСМЕНТЫ И я тогда задумался, почему мы празднуем каждый раз Новый год, почему мы не празднуем каждый раз Новый день. Празднуйте Новый день. Тем более у нас очень много праздников от Дня налоговика до Дня революционера. И вот он передал такую энергетику и жизнь, с помощью этой энергетики мы в тот же день решили эту проблему, и как бы она успешно реализовалась. Другой был случай, когда мы объезжали регионы, успешно ехали по Южному озеру Исикул и остановились просто отдохнуть с ребятами. И когда мы отдыхали, там купались, ели, ну естественно выпивали, смотрели вот по дороге, там медленно на Ослике едет один Аксакал. Старик. И у него было такое настроение, и я ему сказал, Аксакал, Ракчессинга, ну как бы позвал, он сразу так обрадовался, и я не знаю, его Ослик превратился в скакуна. А он, Сигита. И вот эти вот, вот эти вот 100 метров разделявших нас, он как бы как за секунду, за 5 секунд. И что самое интересное, он, значит, с нами выпил, закусил, быстро рассказал о своих проблемах, мы сказали, да нормально будет, все, Байки, не переживай. Он сказал, да нормально, сел на своего Ослика и припевающий о красотах Иссыкуле поехал. И даже Ослик действительно как-то вот так подпрыгивал радостно. То есть этот случай, когда ты сам передаешь кому-то другую эту энергетику, о чем мы сегодня говорили, мы ее назвали энергетикой жизни. И самое главное, когда ты передаешь, ты не только радуешься человека, сам радуешься. Первый раз в публичное пространство об этой философии я, значит, закинул в 2006 году, когда сидели мэтры политики, там, депутаты, госчиновники, эксперты, локсакалы разные. Я просто взял про джиргализм. Было где-то полуминутное молчание, вообще думаю, что он такой, что ли? Но потом начали шутки, анекдоты, но так и всерьез никто это не воспринял. Восприняли только там два человека, которые стали моими ярыми соратниками. С 2006 года у нас возникло движение ЖИ. И вот после 2006 года, когда я успешно покинул государственную службу, меня судьба разбрасывала и в бизнес, я работал с донорскими проектами на рынке консалтинговых услуг. Ну, и я как бы посмотрел на все это с другой стороны, извне системы государственной машины. И один раз я как бы с одним китайским бизнесменом, мы там переговоры проводили, и он говорит, Куат, меня Куат зовут. Он говорит, Куат, вот я знаешь, я могу деньги делать в Нью-Йорке, в Пекине, в Вашингтоне, в Токио, но жить надо в Кыргызстане. Это были ключевые слова, которые... Другой пример. Якир Ефим Борисович, народный учитель Кыргызстана, который создал 61-ю математическую школу. Его выпускники работают сейчас в одних из крупнейших компаний мировых, с мировыми брендами. И он уже долгое время живет в Нью-Йорке, но каждые вот последние 10 лет, каждый год он приезжает в страну. Вот буквально в прошлое воскресенье я с ним встречался, и он мне говорит, Куат, меня там эти не понимают. Я говорю, что ты забыл в этом Кыргызстане? Он говорит, вы поймите, я там с детства расту, это моя родина, а родина это земля, куда хочется возвращаться. И еще один ключевой пример, где-то вот в Лондоне меня познакомили с ребятами, которые там после учебы, у них был такой бизнес. Они там проводили пати, вечеринки среди консервативных англичан по-кыргызски. В конце самое главное, они пакеты внедрили, пакеты, пакеты. И что самое интересное, говорят, вот мы вдвоем начали, потом у нас настолько спрос возник, у них, они начали уже других ребят, наших соотечественных подтягивать. Ну вот так вот, оказывается, энергетика, она передается и туда, не только вот, тем, кто жил в стране. И вот, как бы, наблюдаю таких множеств примеров, и многие из вас сидящие тоже могут столько же примеров, как бы, рассказать. Ну, для того, чтобы это объяснить, есть соголовым таким, как я, надо все это обосновывать на их языке. И поэтому я начал думать в этом направлении. И вот, к примеру. В 2006 году наше правительство начало плацать, что вот мы сократили там бедность с 50 до 30, ой, я извиняюсь, с 50 до 39 процентов. И с 2006 по 2009 бедность сократилась до 31 процента. То есть это было как успех правительства. Но в тот же год, в 2006, славный год, когда я покинул госструктуру, я нашел другой индекс, индекс счастья. По индексу счастья Кыргызстан стоял на 19-м месте, и рейтинг был у него 59. В 2009 году рейтинг стал 41, и мы перекинулись на 61-е место по счастью. А в 2010-м произошла революция. Так вы мне скажите, какой индикатор адекватно отражает ситуацию и положение в стране? И вот представляете, как измеряется индекс счастья? Лежит, к примеру, наш Чабан, высоко в горах Джайлёв, там, по сути, стадо овец. И к нему приходят, спрашивают неправительственные организации. А, слушай, ты что здесь бездельничаешь? Иди займись дело. А он говорит, а зачем? Ну как, сработаешь деньги, купишь машину, купишь дом, продвинешься. Он говорит, ну и что? Ну и будешь кайфовать. А он говорит, а я и сейчас кайфую. Вот эта фотография, это, значит, ключевая фотография на нашем сайте. Джергализм Ки-Ги, если вы зайдете, вы можете выйти. Вот, но самое главное, когда эта мысль разрослась, у нас движение начало расширяться, мои коллеги начали присылать разные интересные примеры. Вот, к примеру, прислали информацию, что Роберт Кеннеди, оказывается, в 1968 году выступал с очень известной речью о неадекватности валового внутреннего продукта как индикатора, оценивающего ситуацию в мире. И он предлагал нести некоторые другие критерии, которые реально отражают ситуацию. Генеральная ассамблея ООН в этом году приняла специальную декларацию. Слушайте дальше. Декларацию, которая говорит о том, чтобы страны измеряли влияние политики на счастье людей. Чувствуете? И тогда господин Джозеф Стикс, ну, как бы, в реализации этого, он предлагает внедрить в измерение валового внутреннего продукта некоторые факторы, которые свидетельствуют о счастье. Для таких, как, к примеру, доступ к здравоохранению, количество свободного времени. И он говорит, вот когда вы стоите в пробках в машине, с одной стороны, вроде бы, бензин расходуется, вы заправляете, ВВП увеличивается, а вы счастливы от этого, что там сидите. Или, к примеру, Николай Саркази, он предложил тоже в 2000 году осчастливить ВВП. Осчастливить ВВП. То есть ввести некоторые индикаторы, которые говорят о счастье. Джеффри Сакс, после вот этой Генеральной Ассамблеи ООН, он поучаствовал... Все эти люди, вот, допустим, Стиглих, Сакс, это очень известные экономисты, лауреаты Нобелевских премий. И вот Джеффри Сакс, который человек, который постоянно критикует МВФ и Всемирный банк, будучи человеком, который долго там проработал, он побывал в Бутане. В Бутане официально, как бы, был круглый стол по реализации вот этой декларации. И там, в Бутане, на официальном уровне, вместо валового внутреннего продукта измеряется валовое внутреннее счастье. Кроме того, большинство стран мира сейчас уже третий или четвертый год измеряют качество жизни. Это тоже, как бы, движение в сторону джергализма. Они просто об этом не знают. Все это, как бы, джергализм как есть, вся эта база данных у нас была собрана, структурирована. Там разные факторы, от мировых примеров до анекдотов, понимаете, до высказывания великих людей. И это все у нас на сайте. Ну, что самое главное, как бы, сейчас я наблюдаю, что идут у нас в республике такие течения, которые, как бы, от нас уже, как бы, не зависят джергализм. Вы об этом прекрасно знаете. Да, допустим, недавно была акция, там, фото-выставка «Улыбка около лото». Другая была акция, вы помните, там, выходили, газета «Чалкан» там организовала, выходили с плакатами «Я все-то счастье в пибикни два раза». То есть эти процессы идут, ну, а как бы, я не к теме, но я радуюсь, что они идут. Это, наоборот, доказывает, что... Ну, а теперь мы, как бы, поняли, что жергализм, он присутствует, по сути дела, везде у нас в стране. И в каждом из гражданина Кыргызстана его просто надо оттуда возбудить и показать, что оно есть. И надо сделать так, что у нас ситуация, вот когда негативная, да, в стране в целом, здесь-то позитив, я себя чувствую, комфорт, но надо, чтобы энергетика же, она победила, это негатив. И вот это и есть модель построения жергализм как надо. То есть мы на своем веб-сайте сейчас пока виртуальную страну строим, жергализм, но я думаю, когда-нибудь оно туда спустится. Вот лично что дало мне жить для меня? Я вот сейчас могу спокойно отказываться от многих донорских проектов, да, в которых я раньше участвовал. Вот я приведу такой пример. Мне недавно там в одной из других стран приглашали, как эксперты там. Большая зарплата, два года можно в жерклаб-дюрбенске ходить, нормально. Но я пришел, пришел такой, ну, где-то обрадованный, где-то рассказал семье, у меня дочка как расплакалась, она вот в шестом классе, когда она расплакалась, я сразу того чабана вспомню, который лежал и который говорил, а мне и так хорошо, а мне и действительно так хорошо. И вот эта ситуация сейчас у меня такая, что я занимаюсь тем, что мне сейчас нравится. Ну, где-то 50% сейчас пока у меня все эти проекты, но во всяком случае я сейчас могу выбирать. А что самое интересное, появляются какие-то новые люди, вот, допустим, эта площадка, да, я о ней слышал года два назад, но я всегда заходил и такие мысли оттуда вытаскивал. Ну, вот, я сейчас здесь. Потом нас пригласили работать вместе с донорами, которых я раньше не знал, какие-то частые фонды. Вот мы сейчас делаем интеллектуальную сеть ЖИ, чтобы покрыть, заразить всех. Потом мы делаем мастерскую ЖИ, чтобы в мастерской ЖИ был портфей таких проектов по ЖИ. Там и интеллектуальные продукты, творческие, и любой, вот слово в жирголизме есть, и любой, с двумя элкишками. А вот представляете, если в стране таких будет людей много. Вот вы знаете, в теории управления есть такой критерий, чтобы страна развивалась устойчиво, надо, чтобы средний класс составлял как минимум 50%. Средний класс – это не только люди, у которых деньги, у которых образование, интеллект, IQ. А я говорю, что у нас будет устойчивость, когда бы 50% жирголистов как минимум. Они есть, и просто надо вирус быстрее распространить. Почему негативный вирус быстрее распространяется, чем позитивный? Надо это все поменять. Представляете, вот будут везде такие люди. Вот такие, ну, да. Вот такие люди, и даже дети, вон, жирголизм. А вот этого пацана, смотрите, с зеликом. Это же кайф, это в тему. И что самое главное, представляете, у нас будут главными индикаторами в стороне индекс счастья и доля счастливых людей в обществе. И вы представляете такая ситуация, когда премьер-министр там на своем годовом отчете говорит, вот за истекший этот период наше правительство внесло столько-то счастья народу. Мы будем видеть везде улыбающихся милиционеров, улыбающегося таможенника, докторовых. Кыргызстан, страна жирголизма. Ко мне муза возвратилась после долгих-долгих лет. В суете вдруг появился долгожданный чистый свет. Это свет моей надежды, добрый знак издалека. И в душе он возбуждает гены счастья навсегда. Просто ЖИ они зовутся, через творчество даются. Синергетики эффект порождает в них успех. Так пускай же эта муза порождает все сердца. Построение ЖИ союза теперь миссия моя. Спасибо.